С 1 января 2020 года вступают в силу закона об органическом земледелии. Согласно новым требованиям, производители экопродукции обязаны получить сертификат у аккредитованных организаций, иначе их товар исчезнет с прилавков магазинов. Эти и многие другие изменения обсудили в учебном центре агрохолдинга «Поиск». На семинаре побывала наша съемочная группа. Не только крупная селекционно-семеноводческая компания, но и площадка для получения новых знаний и новых знакомств. На протяжении многих лет агрохолдинг «Поиск» проводит научно-исследовательскую работу. С собственными открытиями и достижениями специалисты агрофирмы делятся с коллегами и потребителями. Очередной семинар, посвященный органическому земледелию, собрал ведущих селекционеров страны, опытных фермеров и производителей семян. Эта тема актуальна, востребована жизнью, потому что сегодня очень большая пестицидная нагрузка на выращивание овощей. И наша компания уделяет самое серьёзное внимание этой проблеме. Что посеешь, то и пожнёшь. Органическое овощеводство возможно только при наличии органических семян. В производстве агрохолдинга «Поиск» нет места химикатам и вредным веществам. Для руководства компании важно, чтобы при выращивании гибридов их партнёры придерживались такой же позиции. «Мы обязаны применять в своём производстве только органические семена. Либо семена в порядке исключения не обработанные химическими препаратами. И вот на этой, скажем, почве мы начали сотрудничать с компанией «Поиск». И мы уже по первым сортам и гибридам получили очень такие неплохие урожаи. Несколько тонн тепличного огурца, 7-8 тонн органические томаты черри. Они очень высокого качества получились». Работать по такому принципу после Нового года обяжут всех. С 1 января вступает в силу закон, который уберёт с прилавков псевдоорганику. Производители гибридов овощей и фруктов и сами фермеры должны доказать, что приставка эко- или био в их продукции не ради красного словца. «Мы на сегодняшний момент практически не легализовали органический продукт на рынке. Поэтому закон его легализует. Мы теперь будем знать, что органический продукт в России есть. Будет запущен ещё такой процесс, как сертификация. Сертификаты приезжают к вам и смотрят, соответствуют ли ваши земельные активы, как у вас содержатся животные, как вы производите продукцию и перерабатываете». Органическая продукция должна соответствовать национальным стандартам. Что можно применять в производстве, какие компоненты противопоказаны, участники семинара узнали у ведущих специалистов. «Для нас это очень актуальный вопрос, потому что у нас находится производство в экологически чистом районе. И я думаю, что мы будем полезны производителям в плане поставки сырья». «Холдинг-поиск» интересен тем, что он первой из российских семеноводческих компаний занялся темой органики. Так как мы работаем в поле будущих органических удобрений, то мне было интересно послушать, во-первых, законодателей моды». Впрочем, изменения в законодательстве агрохолдингу «Поиск» не страшны. Работа компании изначально нацелена на производство полезной продукции. Более 600 сортов и гибридов, созданных на базе предприятий, активно используют не только на любительском рынке, но и в товарном овощеводстве России. А это прямой путь к здоровью и долголетию. Луиза Егезерян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.